Внести 30 миллионов евро Эстония должна еще до конца текущего года, а точнее к 12 октября. По словам министра финансов Эстонии Юргена Лиги, который на сегодняшнем обсуждении ЕСМ в парламенте вновь пытался убедить депутатов в необходимости присоединения к Стабфонду, хорошо бы выплатить вторую часть денег даже в ускоренном порядке, чтобы продемонстрировать свою надежность. Лиги подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы заявить о себе во внешней политике, как о надежном партнере. Впрочем, в том, что деньги не пропадут, а ЕСМ обеспечит стабильность Европе, уверен не только глава Минфина Эстонии, но и некоторые другие парламентарии. ЕСМ дело хорошее, она отдает тем государствам, которые еще не окончательно погрязли в долгах, дополнительное время для того, чтобы сделать все необходимые реформы и привести бюджет в равновесие. Впрочем, кроме ярых сторонников, у ЕСМ есть и противники, которые уверяют, что Эстония не настолько сильна, чтобы участвовать в стаб-механизме в таком объеме. Но главное то, что правительство находит огромные деньги в то время, как в Эстонии второй день бастуют медицинские работники. То есть противников всеевропейского спасательного круга возмущает тот факт, что вместо того, чтобы решать проблемы в своей стране, правительство думает о создании пакета помощи странам Европы. Денежный взнос Эстонии в ЕСМ это финансовая инвестиция, а не трата денег. Что же касается врачей, то зарплаты им нужно выплачивать из бюджета государства, а не так, что сейчас мы соберем деньги, отдадим их врачам, а потом будем говорить, что им другие нужды, денег не хватает. По мнению же представителей оппозиции, пресловутые миллионы евро это далеко не финансовая инвестиция, как это пытаются представить. На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы европейского стабилизационного механизма. В частности, говорилось об увеличении максимального размера займа с 500 до 700 миллиардов евро. Для Эстонии это означает, что опасность в размере вклада нашей страны в этот пакет помощи, который с 1,3 миллиарда евро, увеличился до 2 миллиардов 300 тысяч евро. Впрочем, Эстония станет частью ЕСМ, несмотря на мнение тех депутатов, которые выступают против, а также несмотря на возможный негативный сценарий, обсуждение которого, кстати, министр финансов Эстонии назвал бессмысленным. Вопрос только в том, должно ли государство брать на себя обязательства, которые могут быть выполнены лишь за счет снижения уровня жизни собственных граждан.